здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет начинаю немножечко мастерить к новому году сейчас сразу буду делать несколько дел подряд потому что работы требуют просыхания значит времени и чтобы так вот друг за другом поэтому разные техники будем буду делать буду вам показывать вот первое что в икее я как-то купила вот такой фонарь достаточно такой высокий сантиметров 30 может быть даже 40 высоту черного цвета и так что я хочу сделать хочу сделать его таким царским фонарем так я называю ну сейчас все увидите по порядку еще он будет стоять на своеобразной ноге ну по всяком случае так после того как я сняла стекла с фонаря я буду работать сама затвердевающей массой и молдами ребята я эту массу покупаю по интернету вот эта фирма не очень хорошая масса но как я говорю сойдет по сельской местности то есть ну напоминает массу папье-маше или пластилин из сама потом затвердевает вот такая масса работая с ней у нее неприятный запах вот именно у этой фирмы есть получше массы надо держать постоянно в пакете потому что она не сразу схватывается и силиконовые молды вот всякие разные мне есть и как я работаю сейчас я вам покажу то есть беру кусочек массы что получается что получается получается вот можно сложить ну какой-то орнамент вот я пытаюсь вот так сделать сейчас как раз осталась эта сторона вот это я доделаю и посмотрим как выйдет крышка ну как работают с этой массой просто берем массу и вот в этот молд мы ее как бы вдавливаем как пластилин сейчас я сяду буду показывать думаю что вам видно сразу закрываем и вот так работаем ну у меня ножичек пока сейчас работала уже оборвала ничего страшного не нашла свой инструмент где-то еще спрятан вот так то есть мы вдавливаем массу я стараюсь сразу ровно и и здесь распределить чтобы потом не подчищать уже на готовом и здесь вот видно наверно под камеру что дальше происходит ну вот формы наполнены набитой и теперь очень аккуратно мы их вынимаем из смотрю просто видно видно из этих молдов вот так смотрите какая красота сейчас оттуда выползет очень аккуратно помогаем не надавливая чтобы не сбить рисунок мы вынимаем и у нас получилось вот такая формочка теперь промазываю клеем pva у меня в этот раз клей очень плохой жидкий лучше пользоваться клеем строительным или не универсальным и я вот сюда прикладываю мою формочку вот здесь чтобы рисунок сошелся я немножко подрезала вот так на клей pva и теперь еще клеем pva стараемся везде вот так кисточкой показать ну и получается вот такая история видно уже вверх со всех четырех сторон ну точно так же я вытащила маленькую детальку вот такую маленькую и я эту маленькую детальку сейчас вот на этот уголок приставлю кусочек от нее отпал но это не беда всегда можно подклеить сюда тоже на клей pva промазываем и прикладываем вот еще останется сделать один уголок из другой детальки вот из этой длинненькой тоже детальки тоненькой нежненькой вот я отрезаю как раз вот такую вот такой кусочек такой узорчик вот такой вот маленький и вот сюда приклеиваю на уголочки с одной и с другой стороны ну вот дорогие друзья сейчас вот так вам сделаю чтобы видно все вот такой фонарь у меня получился кольцо здесь я тоже сняла она мешала моему рисунку и так вверх вот такой здесь дверца посмотрите какая ажурная получилось и внизу оформила так уголочки здесь вот такими молдиками и вот тут еще тоже уголочки здесь уголочки и здесь уголочки ну вот так фонарь будет вот такой весь ажурный и идет на просушку сушиться будет примерно ну наверное около суток но надо чтоб все приклеилось и просушилась и имейте ввиду что все узоры немножечко подтянуть если они сейчас такие толстенькие пышненькие то после усыхания масса подсядет и будет потоньше работа второй этап работы заключается в покраске фонаря смотрите после того как я приклеила все все свои вот эти элементы так как я сразу говорила клей пва у меня был плохой они ну кое-какие особенно вот эти тоненькие на утро все отвалились я их приклеила на клей кристалл вот такой прозрачный клей кристалл или можно а мастер клей клей кристалл но это одно и то же практически да и можно еще клей кристалл такой момент момент то есть на любой прозрачный полимерный клей вот если хороший клей пва строительный приклеится и на него но это и хорошо сначала когда мы клеили на пва мы придали форму каждому изделию а потом очень легко было его их наклеить теперь этап следующий покрасим фонарь у меня будет это в черный цвет как он и был особенно закрашиваем все рельефы рельефы закрашивать нужно краской такой достаточно жиденькой вот кисточка краска акриловая и немножко кисточку вот так вот буду сейчас прокрашивать но видите они тяжело поэтому кисточку макаем в воду и вот такой жиденькой она быстренько везде краска затечет во все рельефы и не будет никаких белых просветов после полной прокраски фонаря сушим краска акриловая высыхает быстро и потом проверяем очень тщательно прокрашиваем вот все торцы все бока наших элементов потому что при просушке могут быть опять белесые места если таковые обнаруживались прокрашиваем второй раз я прокрасила свой фонарь на два раза для того чтобы нигде не было никаких вот про проблесков белого вот теперь у меня есть вот такая краска вот так они называются перламутровые акриловые краски ну маленький наборчик у нас в городе они продаются в магазинах концтовара вот черная краска перламутровая что она мне дает цвет она не изменит но перламутр придает такой более вид металлический вот посмотрите вверх ну камера конечно плохо она отражает вверх я прокрасила перламутром а вот низ нет видите он матовый и вот сейчас я пройдусь перламутром но это еще не все фонарь этот не будет просто стоять фонарь будет стоять у меня вот на такой ноге то есть это балясина которую я купила в строительном магазине обыкновенная балясина для перил посмотрите я ее покрасила сначала белой акриловой краской вот тут видно белой акриловой краской прям по дереву то есть это как бы грунт нанесла и после белой прокрасила черной если не прокрашивать белой краской черный можно красить и в два-три слоя потому что ну и краски естественно уйдет больше потому что будет впитываться всегда сначала прокрашивает белая потом уже наносит украска которая надо и вот здесь видно вот здесь обычная черная краска а вот здесь я по ней прошла вот этим перламутром вот и получился вот такой металлический отблеск ну чтобы эта нога моя на которой будет стоять фонарь все-таки он здесь вот еще нам подкрасить что-то все таки выглядела как из металла вот разница очевидно и так сейчас я пройдусь перламутром но у кого нет перламутра значит ребята у вас будет вот такая более матовая поверхность и у фонаря и но если кто захочет сделать фонарь на ноге у меня это будет вот такая нога высокая вот и на ней будет стоять фонарь и вот эту часть ноги я сейчас буду заливать вот так ведь я и не прокрашивала буду заливать ее в цемент чтобы фонарь стоял устойчиво так как этот фонарь я планирую не только в доме поставить но и буду летом выносить его свой сад где им подберу место и необходимо конечно чтобы он стоял плотно и надежно ну и так прокрашиваю перешла в другое помещение чтобы все таки со светом борюсь чтобы было видно вам лучше ну вот после того как высох перламутр но видно да вот видно блеск такой металлический особенно конечно это видно на вот этой балясине вот как будто бы из металла теперь переходим к самому здоровскому процессу будем работать но я хочу сделать его немножечко в позолоченном цвете мне необходимо по золотой выделить все накладные элементы посмотрите у меня здесь бронза золото вот такое и золото вот такое то есть любая краска золотая когда вы ее приобретаете в магазине она имеет очень много кстати говоря оттенков вот у меня акрил золото 70 750 вот такой металлик есть у меня золото вот золотой шелк вот он потемнее золотой шелк и есть у меня вот такая краска это бронза то есть вот такими красками работаем тех техники сухая кисть то есть я сначала вот в более вот этим вот этим шелком наношу на кисточку немножечко краски отбиваю я вот так делаю прямо от от бумагу то есть мне совершенно нужно чтобы здесь были только легкие следы сейчас вам показываю здесь и вот так вот прохожусь посмотрите какой процесс как сразу пошло по золото и немножко по краям чтобы это было органично то есть краски здесь совсем немного но вот такой эффект сразу все выделяется и выделяем все наши элементы пока вот этим золотом работаю несколькими красками так мне как-то больше нравится и вот тут на поверхности если были какие-то шероховатости они сейчас будут все выделяться и играть роль только немного краски чтобы это было но мы не ляпали а вот только-только проходили свете кисть я держу не так а просто вдоль вот так ну и чуть-чуть осталось вверх вот как сразу у нас заиграли все элементы ну надеюсь вам вам видно вот у этого фонаря теперь возьму слегка вот этой краски сначала возьму вот эту краску бронзу и опять же прям по этим элементам когда будет несколько видов нужно только по кончикам пройтись вот гошик приступил к своей песне вот видите уже появилась краснота видно вот уж как нравится так и так и выполняйте сию процедуру но когда несколько красок будут накладываться друг на друга это конечно намного красивее получается эффект видно да будет все переливаться и наносим столько сколько вам нравится но тоже не переборщить чтобы это не было так смешно ну вот видно уже совсем другой эффект и в конце я видите кисть не мою всю работу одну и той же кистью я вот этого вот яркого золота имейте ввиду после того как мы все это нанесем вот такого еще яркого золота когда мы все это нанесем мы должны обработать будем вот вот теперь мне эффект нравится видите какой блеск нанесем с вами акриловый лак и после лака вот эти краски они немножечко будут туз потускнеют так что не будет такого сильного блеска и иногда даже я потом сверху лака еще слегка слегка прохожусь в технике сухая кисть потому что лак бывает что ну так совсем приглушает даже можно сказать сильновато и после лака можете пройтись еще любой золотой краской там медный или какой вы хотите ну вот вот такой эффект вроде как вот стоит вот так он выглядит сейчас очень блестит но это просто в камеру ребят на самом деле на черном фоне проступает это все золотишко сейчас я вот так все покрашу включу и покажу вам что получилось ну вот закончили все работы про прокрасу единственная камера может быть не отражает но очень сильно в нее блестит на самом деле не все так страшно блестит как я говорила сейчас я нанесу акриловый лак и все это весь этот блеск потухнет конечно же по вот этой ноге я прошлась точно также тремя видами этой металлической краски вот такими движениями вот вот такими вдоль и видите получилось даже вот все эти волокна они как бы сказать играют нам плюсом роль вот такая получилась нога просто как будто из какого-то металла вот такими длинными движениями техники сухая кисть вот посмотрите как у меня отбита вот так кисточку отбиваем вот всю лишнюю краску и пошли вот такими движениями ну и сейчас весь фонарь и всю эту конечно же ногу я покрываю акриловым лаком лака можете пользоваться тот который вы найдете у вас есть у меня вот этот вгт это вот покрыла лаком на несколько слоев покрыла здесь на три слоя лака ножку ну вот в камеру она блестит на самом деле у нее такой просто металлический такой отблеск и вот не мудрство лукаво мы сделали вот такую подставочку я сейчас уже камеру сняла со штатива потому что уже все собрано просто фанера покрасила и точно так же как все остальное черной краской перламутровым черным черный несколько слоев там разного золота бронзы и лаком покрыла на пять слоев просто чтобы от дождя это все закрыть но я придумала уже я сделаю два гномика из цемента такие как делала летом и показывала вам и сюда поставлю два гномика маленьких сделаю хорошеньких и тоже золотистых и будут они держать вот только лишь она стоит очень устойчиво на полу естественно 20 на 20 я взяла эту подставку вот но ветер может запросто сранить потому что фонарь получился все-таки высокий я вам покажу в интерьере и покажу вот так вот как это выглядит сам фонарь стекла я расписала контурами по стеклу и стала уже снимать этот мастер-класс потому что это вообще отдельная страница то есть можно распечатку сделать каких-то вензелей подложить под стеклышки и контурами по стеклу расписать они продаются у нас например продаются есть и жидкий жемчуг из которого можно сделать вот такие как бусины да вот тут они вот тут у меня сделаны вот это одно стеклышко и вот так второе стеклышко выглядит вот а два вот таких стеклышко я не делала потому что можно по-разному сделать эту конструкцию можно поставить свечу можно туда гирлянду положить да как хотите как хотите вот так выглядит этот фонарь ну а сейчас и так мастер-класс получился очень очень долгим вот видите тоже тут по-разному он поблескивает и сейчас я вам покажу ну собрали естественно здесь на шуруп прикрутили подставку тоже на шуруп прикрутили вот и вся конструкция и покажу как он будет смотреться и еще вот этот фонарь который только что недавно купила в обе такой он черный черный но он такой помощнее потяжелее на нем было были следы патины такой металлической бронзовой я тоже его немножечко преобразовала вот так нанесла везде разные тоже слои для того чтобы он органично смотрелся с тем фонарем и с моим камином вот и он тоже пойдет с атлетом но будет уже в другой композиции ну и вот так фонарь смотрится в интерьере дома куда я конкретно его и делала это у камина вот так он стоит ведь очень даже вот его не пошатать он стоит очень устойчиво и хорошо может стоять расписными вот этими боками своими а может можно повернуть и там зажечь например свечу или естественно туда положить какую-то гирлянду на батарейках и она тоже будет светить вот на такой ножке все нормально видите как это будет перекликаться значит с камином вот там каминные у камина такие же штучки бронзовые и теперь покажу вам куда я поставил этот фонарь когда он стоит на полу он ну как-то не так смотрится пропадает вот эта подставочка на ней стоят цветы летом и стеклянная разделочная доска я их терпеть не могу эти доски я ее тоже покрасила черной краской но также точно также золотой и получилась вот такая подставка для этого фонаря ну вот так все у камина здесь видите тема такая золотая у камина поэтому и фонарь вот был сделан именно такой если бы здесь была белая тема то и фонари могли бы быть другого цвета но у меня дома вот и там перекликается видите с лампой с подсвечниками и вот так все это органично смотрится ну вот такие мои две работы незамысловатые но для дизайна мне очень понравились самой что-то кривенько стоит фонарь ну по-другому еще может фонарь вот так стоять например с прозрачными окошками сзади все равно виден этот рельефный узор и допустим там свеча вот так то есть все одинаково и потом я его вынесу сад и дорогие мои зрители кто знает мой сад очень хорошо как вы думаете в какое место этот фонарик можно поставить и этот но другой фонарик тот будет композиция наверное из металла где он будет висеть я так думаю у меня есть наметка а вот этот нужно будет куда-то пристроить так что пишите ваши рекомендации вы были на канале луди свет мастер-класс длинный ну честно не знаю как сделать короче так что не ругайте меня строго всего всем доброго